всем приветики что делать если драйвера для вашей звуковой карты от креатив не устанавливается у меня как раз такая вот проблема то есть система определила что это soundblaster x5 surround 5.1 даже какие-то драйвера для нее установила но при этом она не работает то есть вот она сейчас подключена я нажимаю на программу которая установилась диска вот она как бы и в устройствах есть и драйвера для нее установлены но когда нажимаю entertainment консоль скакивает такое окошко что типа не поддерживается аудио девайс при этом выбрать аудио девайс что у нас выбрано выбрана карточка то есть все правильно но не работает не entertainment консоль и аудио контроль панели вот нажимаешь на аудио контроль панели она пишет аудио девайс не поди что-то такое ради девайс поддерживается мы поддерживаем и приложением не найден приложение будет закрыто вот и все если зайти даже в компьютер диспетчер устройств то аудио драйверах звуковых устройствах видно что проблем нет то что когда проблемы есть то вот такой вот восклицательный знак горит здесь проблем нету но при этом то есть драйвера установлены но при этом они не работают вот если нажать обновить если выбрать автоматический поиск это можно либо сделать либо через свойства либо вот сразу нажав на кнопку обновить но это ничего не дает она ищет ищет и в итоге говорит что драйвера уже установлены поэтому искать нет смысла как бы но ищет но толку в этом нету сейчас вот когда найдет она об этом как раз таки и скажет я здесь как установил драйвера получается они установились у меня вот сюда вот подходящая программа обеспечения для на устройство уже установлена то есть все нормально это можно вот глянуть в свойствах что драйвер вот он уже установлен у него даже какая-то версия есть драйвера но при этом программа не программа говорит ошибка системы что устройство не поддерживается и но это один вариант то есть можно либо здесь нажать обновить через свойства либо сразу нажать обновить и раз автоматически не помог выбрать ручной вот она в этой папочке как раз дискаш креатив и сюда я вот здесь установил все все как бы программа все драйвера и здесь поискать и галочку надо обязательно поставить потому что в этой папке вот она драйверов нету они где-то там в под папках поэтому включить под папки нажать далее она пишет мне дается найти указанный файл то есть возникла проблема то есть вроде драйвера установлены она не работает а те которые с диском идут то есть эти драйвера которые стоят установила система а те которые с диском идут они просто не ставятся то есть нажимаешь обновить указываешь откуда их взять а а все равно ничего не работает как бы не как бы я даже вот пробовал удалять удалить драйвера и теперь по идее нужно отсоединить и вставить заново тогда она появится устройство сейчас я отсоединю отключено обнаружено новое оборудование вот идет поиск сразу идет установка драйвера все установился опять системный установился а тот который мне надо он лежит в папке его установить не получается вот она опять пишет то есть когда даже если его удалить начинаешь снова вставить устанавливается системный устройство работает нормально удалить удаляем закрывается сразу окошко и все если переставить то становится опять системный отключено обнаружено новое оборудование а тот который нам нужен не ставится потому что система сразу говорит что произошла ошибка что в этом случае делать нужно перезагрузить компьютер и войти в безопасный режим с возможностью установки драйверов есть такой режим поэтому все закрываем и перезагружаем компьютер и так вот мы нажимаем перезагрузку она выключается медленно она будет выключаться конечно но включается потихоньку затем во время перезагрузки нам нужно нажать будет его держать клавишу f8 вот она завершается и нам нужно сейчас будет нажать и держать f8 чтобы войти в безопасный режим завершается но мне как всегда долго поэтому ждем ждем пока она завершится он пошла перезагрузка нажимаем и держим f8 я держу так что она нам скажет ничего так тогда снова перезагрузить потому что у каждого в каждой системе в каждом компьютере она по-разному поэтому возможно будет какая-то другая клавиша надо сейчас проверить в общем это уже вторая загрузка и я не понял как в моей в моем компе сделать чтобы было но в общем загрузка через через безопасный режим поэтому я думаю что в таком случае можно сделать вот так просто берете не нажимаете перезагрузку при включенном компьютере и тогда у вас по-любому она должна случиться она должна случиться ну сама должна включиться с с информацией о том с выбором режима вот она говорит что система была как-то завершена не была успешно завершена поэтому выберите загрузку ну по идее такая менюшка должна выскакивать по нажатию клавиши но так как я не нашел нужную клавишу я просто нажал reset и тогда она пишет что система завершилась не так как должна была и высвечивает ту менюшку которая нам как раз таки нужна нам нужен безопасный режим но с поддержкой загрузки сетевых драйверов вот его выбираем нажимаем enter и загружаемся в него это будет та же система но в безопасном режиме и с поддержкой загрузки драйверов и нам нужно дождаться пока система загрузится вот вот оно включается видно что по углам написано безопасный режим нету тема которая обычно есть и вот она как бы нету рисунка вообще ничего нету и нам нужно найти нашу наши драйвера вот поэтому мы так же нажимаем пуск выбираем диспетчер драйвер устройств и в открывшемся диспетчере мы находим наши звуковые устройства и здесь уже нажимаем обновить драйвера вот она менюшка нажимаем обновить драйвер выбираем нашу бабочку в которой в которой у нас лежат драйверы и нажимаем далее оно нам пишет что снова не удалось установить но это видимо потому что я уже в ту папочку успел скачать обновление потому что там я еще когда у меня не устанавливалось потому что я получается с диска установил драйвера в системе ничего не получалось а скачал в ту папочку из интернета драйвера туда же опять не получалось перешел сюда и из этой папочки она уже не берет значит тогда что вставляем в диск в этот в дисковод диск который был в комплекте затем будем устанавливать с него то есть оригинальные оригинальные драйвера без всех этих обновлений вот вот он диск загрузился и здесь ряд драйвера по поводу того что это можно было сделать в системе нет в системе вот именно что я я тоже самое делал действия я подключил звуковую систему установил на ней драйвера я эти драйвера вот здесь вот удалял ставил те с диска не хотела пробовал я в интернете нажать кнопочку автоматический поиск не сработало нажимал выбрать вручную выбирал с диска оно не сработало скачал с интернета выбрал оно не сработало и теперь поэтому я перешел в безопасный режим здесь тоже самое эти два пункта не срабатывают но у нас есть диск и нажимая обновиться мы выбираем тогда уже не драйвера с интернета а именно выбираем диск и нажимаем ok то есть делаем его местом нашего обновления и нажимаем далее и она сразу спрашивает установить программное обеспечение для данного устройства нажимаем да установка драйвера пошла установка драйвера закончена установка драйвера для этого устройства soundblaster x5 surround 5.1 pro уже не sb x5 а soundblaster и теперь по идее когда у нас драйвера установлены с диском здесь уже другая была подпись microsoft а теперь уже креатив то есть у нас правильная правильная стоит драйвер тогда здесь был microsoft а теперь креатив и версия совсем другая и здесь уже поставщик креатив и вот теперь можно обновиться драйверами из интернета это у нас какая версия свойства драйвер 1261 обновить выполнить поиск драйверов и у нас там были драйвера уже скаченные с интернета нажимаем нажимаем опять-таки окей далее то есть все равно не устанавливает но это неважно главное что теперь драйвер установлен с диском то есть правильный драйвер и теперь в системе после перезагрузки при включении будет работать утилита которая шла в комплекте поэтому можно теперь закрывать драйвера уже установлены все и опять перезагружаться но уже уже в режиме системы зайти и проверить работают ли программы ну вот а теперь находясь уже снова в системе можно проверить диспетчер устройств да теперь здесь уже не sb а soundblaster в свойствах виден да производитель creative technology теперь драйвер установлен правильно и зайдя теперь вот сюда по идее должно работать да все вот оно открывается и здесь есть настройки настройки конфигурации каналов ну в общем много чего здесь можно настроить эффекты всякие есть много всяких улучшалок crystallizers surround это вот делает звук более таким сочным вот эквалайзер есть ну в общем хватает здесь настроек именно по звуку только единственное что по микрофону как-то ну маловато настройок хотелось бы для звука аж целых 4 настройки а для микрофона все еще одна потом миксер есть я не знаю что это такое а и это я тоже не знаю что это такое вот вот есть еще один пунктик это аудиоконтроль панель тоже должен работать теперь так это типа как в виндовсе только такая вот как в виндовсе только больше здесь всяких параметров но то же что здесь только без графического интерфейса а ну такой интерфейс вот как как в обычном виндовсе вот если зайти куда-нибудь настройки вот что-то типа такого окошка только с большим функционалом со своими уникальными настройками а так все то же самое вот оно все в точности то же самое только без всех этих графических наворотов ну то есть кому как удобнее кому так а кому так вот и теперь когда мы поставили драйвера от креатива с диском теперь по идее оно должно поставить драйвера которое я скачал с интернета и это все равно не удается но я помню что обновлял как-то как-то она обновлялась для свежих драйверов это наверное уже надо запускать программу где-то там и через нее обновляться я уже не помню как я это делал но не суть как бы потому что цель была показать каким образом можно установить драйвера для креатива если они вдруг не устанавливаются и вот пожалуйста теперь они установлены именно те которые надо то есть если вдруг у вас тоже такая проблема с установкой драйверов от креатива то вам нужно просто зайти в режим в режим в безопасный режим с поддержкой загрузки сетевых драйверов и через него и через него обновиться мне именно это и помогло а дальше я уже обновлял все через интернет я правда уже не помню как потому что я это давно делал это я просто сейчас решил удалить их заново чтобы показать как это делать потому что если я сейчас нажму удалить вот то мне заново придется заходить в безопасный режим потому что система она уже не установит вот если нажимаешь и подтверждаешь все она установит снова виндовсовские драйвера а креативовские не захочешь ставить и придется обратно переходить в безопасный режим и через него ставить вот поэтому есть такой косяк я тогда уже думал что все придется возвращать карточку потому что ну нельзя никак ее управлять потому что ну не хотели запускаться программы но нашел все таки выход через безопасный режим вот как-то так на этом все всем пока до